В Казахстане утверждены типовые договоры на предоставляемые комуслуги. Приказ вышел в конце июня, а уже сегодня в Кустанайской теплокомпании сообщили о необходимости перезаключения договоров. Министром национальной экономики подписан приказ о введении в действие новых форм, новой редакции типовых договоров для потребителей всех видов коммунальных услуг, в том числе и договора на тепловую энергию. Прийти перезаключить договоры можно было уже сегодня. При этом в тепловой компании призывают население не паниковать. Процедура будет проводиться по графику, которую сообщат контролеры КТЭК. Также на брифинге рассказали о предстоящем переходе теплокомпании на альтернативные виды топлива. Достойным конкурентом сегодня являются пилеты. Мы уже в этом году смонтировали котел на пилетах. Это на котельный номер 8, это вот в красном партизане. Сейчас еще приобретаем еще один котел. Пилеты – это значит, это берется растительное сырье. Растительное сырье – это вот щепа, солома, то есть то, что остается. Камыш вот сейчас жгут, его же можно резать. Пилеты в качестве вида топлива возникли относительно недавно. За счет натуральности они получили распространение на территории стран Европы и Северной Америки. По словам Аскара Бекпаганбетова, использование нового топлива гораздо экономичнее. За один отопительный сезон экономия может составить порядка 20 миллионов тенге. Покупаем газ, и нам получается 24 тысячи, пообходится тысяча кубов. У пилеты одна тонна, да, это где-то 3,5-4 гигакалории. То есть, соответственно, тонна пилет нам мы должны покупать не дороже 11-12 тысяч тенге. Топливные пилеты в Кустанай начнут использовать с 1 октября с началом отопительного сезона. Возможно, благодаря достоинствам этого вида топлива цена за отопление не будет расти. А пока КТЭК зависим от установленных цен КАЗ, ГАЗ, Транс, АйМАК. Однако в этом году все-таки удалось снизить тариф для физлиц почти на 4%. Несмотря на то, что три года назад теплокомпания получила кредит на сумму 1 миллиард 794 миллионов тенге от Европейского банка реконструкции и развития, одним из требований которого было повышение цены за тепло, в местной теплокомпании не стали оказывать давление на потребителей. Мы тариф для населения на самом деле снизили. То есть он получился меньше, чем три года назад. 4 304 тенге. Для юридических лиц тариф увеличился на 10%. И все же плюсов от получения кредитов в ЕБРР гораздо больше. Благодаря займу удалось провести реконструкцию нескольких городских котельных, приобрести новое оборудование, заменить насосы. В этом году на эти деньги установят турбину на котельной КЖБИ и отремонтируют тепломагистраль по улице Литунова. Монарбек Усколов, Болслоликенова, РТН КЖБИ 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 КЖБИ